Меня зовут письменная Елена Валентиновна, я являюсь научным руководителем проекта Эльзоатлет, ну и старшим научным сотрудником Института механики МГУ. Путь в медицину был не совсем прямой, он был через желание сделать для здоровых людей Эльзоатлет, который бы оставил их здоровыми, сохранил им хорошее здоровье в плане не сломанных и не сдвинутых позвонков. Мы делали Эльзоатлет для нужд МЧС, когда они должны носить большие грузы, и это была первая работа, которая нас привела к вообще мысли о том, что можно разрабатывать Эльзоатлет и что может получиться нечто весьма удовлетворительное. А после того, когда мы поняли, что для здоровых людей слишком большие требования по оборудованию, по техническим требованиям, мы убедились в том, что можно сделать с немного меньшими требованиями для оздоровления людей, для их реабилитации. Основная проблема в реабилитации, во внедрении ее в врачебную среду заключается в том, чтобы познакомить врачей, убедить их в том, что это оборудование способно восстановить здоровье людей гораздо более быстрыми и эффективными методами и обучить их работать с этим оборудованием. Но для того, чтобы можно было убедить врачей, мы должны еще их обучить теми инструментальными, то есть пользоваться инструментальными средствами, которыми можно проводить измерения и оценивать эффективность реабилитации. Вот это вот одна из основных задач, которую мы решаем непосредственно, приезжая в клинике. Мы приезжаем в клинику, знакомимся, просим отобрать нам пациентов, подходящих по данной нозологии и работаем непосредственно и сами, и врачей обучаем. Поэтому все действия наши идут совместно с врачами. Врачи учатся у нас, мы учимся у врачей, а пациенты получают и от нас, и от врачей определенные знания и помощь. Мы проводим биомеханические исследования в соответствии с наличием той аппаратуры, которая является мобильной, то есть переносной. Мы можем проводить испытания в разных местах и с разным количеством больных. Это биомеханические исследования по гониометрии, по исследованиям силовых параметров и по миографии. Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать переносные лаборатории биомеханики и создать такое программное обеспечение, которое бы могло помочь врачам делать исследования быстро и получать результат быстро. А в зависимости от полученного результата уже можно будет тогда проектировать дальнейшие реабилитационные мероприятия. Помимо эзостелета насыщать нужно еще и миостимуляцией, либо спинного мозга, либо миостимуляцией мышц при ходьбе, ну и другими ЛФК-шными, в общем-то, процедурами. Они все должны быть, соответственно, реализованы по тому назначению, которое мы увидели по реабилитации. Кому какие мышцы стимулировать, можно увидеть по первым результатам реабилитации и их замерам. Биомеханические исследования заключаются в том, что все здоровые люди, независимо от возраста и роста, ну если это взрослые люди, ходят практически одинаково. У них только различается длина шага, скорость ходьбы, высота подъема ноги. Данные по миографии могут различаться только по одному параметру, по величине миографической активности. А вот все временные фазы, когда какая мышца должна срабатывать, это совершенно четко известный заранее предписанный нам паттерн движения. То же самое и с углами. Коленный угол, тазобедренный угол, голеностопный угол ведут себя строго по определенным законам. Если человек имеет какую-то патологию, у него имеются отличия либо сразу по всем параметрам, либо по части параметров. И именно эти параметры мы потом в процессе реабилитации должны скорректировать. И вот уже коррекция этой реабилитации является сугубо индивидуальной программой для каждого пациента. Чтобы ее получить, мы должны обосновать наши наблюдения, сделать выводы и дать рекомендации уже врачам, которые будут действовать целенаправленно. И реабилитация будет идти и более коротким путем, дешевым и эффективным. У нас родилась такая мысль разработать переносную фактически лабораторию, которая, с одной стороны, может быть развернута в любом месте без требований к помещениям, потому что видеозахват движения требует большого помещения и, соответственно, камер. И потом точности хорошей мы там не получаем. Мы сейчас разрабатываем специальный комплекс, который будет включать в себя измерение силы реакции опоры, будет измерять углы, причем в разных плоскостях во всех наших суставах. И миографию по достаточному количеству мышц одновременно. И все это будет происходить, и все эти измерения будут происходить одновременно, в единой сетке времени. Вот этого нет ни у кого. Проект Бомбини совершенно замечательный проект, поскольку это дети. Дети, которые родились с какой-то патологией или приобрели патологию в ближайшем, ну вот в раннем возрасте, это особые случаи, которые надо непременно стараться привести к оздоровлению, потому что это на всю жизнь. И для того, чтобы это исключить, вот такое состояние, причем это проблема на всю жизнь не только в отношении этого молодого человечка, но это проблема семьи. И для того, чтобы сделать, устранить эту проблему, для того, чтобы общество получило полноценного человека, а человек стал счастливым человеком общества, мы к этому и двигаемся. В продолжении предыдущего доклада я хочу рассказать о том, какие мы проводили инструментальные исследования, которые могут оценить степень реабилитации на наших вот этих испытуемых детях. Это просто были и их первые шаги, и наши первые шаги вместе с ними вот в это заболевание. Общее количество исследуемых пациентов, вот у нас было 18, там диагноз двойная гемиплигия 13, 5 с диплитической формой, возраст был от 11 до 18 лет. Ну и оценка по шкалам, вот вы видите, не буду называть, с тем, чтобы время сэкономить. Дети были, в общем-то, с такой отчетливой спастикой. Сила в мышцах 3 балла, 9 человек, оценка 4 балла, с оценкой 4 балла, также у 9 больных. Синдромы сочетания аддукторного хамстринга и трицепс синдрома, 10 человек. Сочетание ректус и трицепс синдрома, 6 человек. Ну и трицепс синдрома, еще двое больных. Поза тройного сгибания отмечалась у 10 больных, разгибательной синергии у 8 больных. 11 больным никогда не проводилась ботулинотерапия, а 15 больным ранее были приведены различные ортопедические вмешательства. За 18 дней, которые мы провели с этими пациентами, было проведено 126 сеансов ходьбы. Полный курс составлял от 8 до 10 сеансов, и его прошли 11 человек сокращенные по причине того, что кто-то уезжал. Билеты были уже куплены от 5 до 7 сеансов. Ну и три человека, они просто очень просили, чтобы хотя бы попробовать. Мы дали им возможность получить 2-3 сеанса. Важно, что все дети ходили в той обуви, которая для них была родной и близкой, то есть в ортопедической. Мы сумели, ну в общем, посадить их в скелет так, чтобы обувь не менять. Это было для нас одно из самых важных пунктов, который, ну, было просто необходимо для выполнения. И некоторые больные ходили с каталкой-ролатором, вот который здесь вы можете наблюдать. Ну, а некоторые ходили либо самостоятельно, либо мы их просто держали за руки, кому как было приятно. Дети – это дети, и с ними надо быть ласковыми. Организация тренировки в этот скелетие была следующей. На человека мы распланировали так свою деятельность, чтобы уходил час времени. Среднее время ходьбы было 25-30 минут. За это время, ну, первые дни, конечно, поменьше, там от 15 и дальше по нарастающей. К четвертому дню все дети, практически все, ходили 25 минут, причем, знаете, с проявлением, так сказать, русского характера, интенсивно и по-боевому. Детям нравилось. Это воодушевляло и их, и нас. Жара была невероятная, мы все были мокрые, но все счастливые. При средней длине, ну, вот, шага где-то 0,6 метров, хотя у нас длина водоскелетия настраивается под антропометрические параметры человека. Дети, в общем-то, разного роста были. Вот, скорость ходьбы примерно была 0,72. Дети вообще не понимали, как сначала ходить, поэтому им надо было сначала давать невысокую скорость, хотя ходить с более высокой скоростью, как они потом, когда начали ходить, гораздо приятнее и легче. Но сначала надо начинать с малого. Они примерно проходили 300 метров, ну, и делали при этом где-то около тысячи шагов. За детесневный курс пациенты успевали сделать много шагов, цифры написаны. Но самое главное, что мы от них слышали, это был бальзам вообще для нашей душ, это то, что они здесь прошли куда больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. И это воодушевляло и родителей, и детей, и нас. То есть мы понимали, что, в общем, работаем, наверное, в нужном направлении. Мы исследовали, в чем, собственно, заключались наши исследования. Мы исследовали кинематические параметры ходьбы. Это были основные временные параметры ходьбы, динамические параметры ходьбы с помощью силометрических стелек, которые нам показывали, то есть с помощью которых мы могли просмотреть весь тракт ходьбы, множество шагов и увидеть совершенно уникальные вещи, которые раньше нигде были не описаны в литературе. Мы по этому поводу сейчас готовим более расширенные материалы и более детальные. И я думаю, что ознакомим все наше сообщество медицинское. Значит, посмотрите, как ходили наши детишки. Длина двойного шага составляла 40% от нормы. Длительность локомоторного цикла – 124%. Скорость ходьбы составляла 32% от нормы. Темп ходьбы, ну, примерно 81%. Все знают, что ДЦП ходит достаточно с высоким темпом. Ой, куда-то там еще. Здесь представлены временные параметры ходьбы здоровых детей от 13 до 14 лет и детей, которых мы обследовали. Более пораженная нога – это была вот оранжевый столбик, серенькая – менее пораженная нога, а синий – это норма. Ну, как видите, длительность опорной фазы выше, чем в норме. Длительность переносной фазы ниже. Ну, и длительность двухопорной фазы, как и должна быть, выше, потому что дети еще не здоровы. Дальше мы обследовали. Вот предыдущий докладчик показал вот эту девушку. Она ходила, пожалуй, ну, одна из немногих, кто ходила сама. Ходила не очень хорошо. Девушка такая упрямая. Это нам характер, ее нравился. И она выполняла все то, что мы ей говорили тщательно. Ну, посмотрите на то, как она ходит в начале. Это верхние графики. Типичная треугольная форма. То есть она правую ногу просто тащила по земле, не было совершенно никакой опоры на пятку. Я уже не показываю здесь стекла, то есть именно саму реакцию опоры, как наступает стопа на поверхность. Это тоже очень интересный результат. И просто чтобы не занимать время, докладчиков много, а времени мало. То есть наверху графики – это совершенно неправильная ходьба. Хотя она ходит сама. Внизу, посмотрите, ходьба гораздо более приближена к естественной норме. И она действительно, если… Запустите, пожалуйста, фильм. Вот это фильм. Вот вы сейчас увидите, как она стала ходить с некоторой осторожностью. Но посмотрите, появился четкий перекат, а наверху переката не было. И ребенок идет практически прямо. Она, во-первых, похудела на 5 килограммов за время этих тренировок. Это для нее тоже была большая радость. Другой пациент, очень тяжелый пациент, мальчик. Ой, куда она делась? Вот. В начале, вот верхний кадр, там потом фильм будет про него. В начале отец его держал в обнимку и вот так его перед собой нес. Практически нес. Посмотрите, реакция опоры на правой ноге, это красный график, на левой ноге зеленый график, составляет примерно 40% от веса тела. Это очень мало. То есть 60% отец нес на себе. Ну и, в общем, график такой неровный и показывает, что очень неустойчивая ходьба. То есть он очень слабо опирается. Внизу, посмотрите, уже 75% на левой ноге зеленые и чуть ниже, там где-то процентов 60% на правой ноге. То есть мы его поставили на ноги, то есть он почувствовал под собой опору. И, как видите, вот этот нижний кадр, когда ребенок уже идет после реабилитации нашей, он держит отца спереди за руки. То есть это совсем другой вид ходьбы. И здесь мы также обследовали временные параметры ходьбы пациентов до и после сеанса. Мы хотели понять, что же дает скелет сразу вот после сеанса. И мы увидели, что вот тот эффект свободы, о котором говорилось в предыдущем докладе профессора Власенко, здесь мы это увидели по нашим результатам. Как видите, длительность двухопорной фазы стала существенно меньше. Это очень хороший результат. Причем это все по группе. Так, ну и вот основные параметры ходьбы тоже практически все улучшились. Это результаты по группе. По отдельным ребятам результаты, естественно, лучше. Ну и вот временные параметры ходьбы до и после курса. В процессе, как мы понимаем, этих 10 дней происходило закрепление результата. И после того, как они уже отходили свои положенные 10 сеансов, они бы там ходили все остальное время, нам надо было уже уезжать, мы увидели очень хорошие результаты. Вот они перед вами здесь представлены. Оранжевый – это до курса, синий – это после курса. Вот сейчас я… Запустите, пожалуйста. Вот так ребенок ходил с отцом, вот так он ходит самостоятельно. Более того, этот парень возил в своей каталке мать по набережной. Счастья родителей просто не было предела. То есть он стал опираться на ноги и вообще поверил в то, что что-то для него возможно. Самая маленькая девочка, которая у нас была. 10-11 лет ей где-то вот там на грани. Вот мы даже сначала не снимали ее на видео в начале курса. Вот то, что она ходит с левой стороны, это уже после третьего или четвертого тренировки в эрзостелете. То есть она уже, видите, ножки поднимает. Вот она ходит в эрзостелете, а здесь она уже стала ходить по лестнице. Видите? То, что ей вот это ощущение свободы, то есть мы, наверное, сняли часть пастических вот этих ее ощущений, дало возможность ей ходить по лестнице. До этого она этого делать просто не могла. Мы хотим, чтобы все наши дети были здоровы. Посмотрите, вот как ходила девушка, которой где-то около 18 лет, вот так. Она ходила в согнутом положении, вот держит мать за руки до, с левой стороны. И вот как она прямо ходит сейчас. Ну и вот она в серединке стоит. Так что пусть дети наши будут здоровы, а мы постараемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...